Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что происходит в Украине. Зачитая последнюю сводку новостей, покажу на карте, где проходят основные бои, и выскажу свое мнение вообще об этой войне. Что я думаю? Ну вот, первая новость. ВСУ бьют по россиянам под Запорожьем, Росгвардии оборудуют позиции под Херсоном. Судя как идут бои, вот здесь, идут в районе Углидара бои, в этом месте, ну и по всей линии, вот здесь еще бои идут, Великая Новоселка, вижу красно-синим горят огни. А под Херсоном Росгвардия оборудует позиции для обороны, как бы, уже намечается штурм, сегодня-завтра уже тут прогнозируют ВСУ, теперь они окапываются, чтобы, как сказать, не потерять Херсон. Путин дал приказ, не шагу назад. Это как Сталин, там, в 41-м году или когда, в 42-м году. Не шагу назад все должны умереть. Украинские силы обороны несли удар по подразделениям российских войск Запорожской области. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, результаты ударов в Мелитополе, Бердянске, Васильевке, Воскресенке. Так, Херсонская область Росгвардия задействовала в инженерном оборудовании позиции оккупанта. В общем, инженерные сооружения строят, укрепляют, как бы, окопы роют. По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника, сообщает Генштаб Украины. Так, в результате точечных ударов украинской артиллерии в Мелитополе райны более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен склад боеприпасов армии. В населенном пункте Воскресенска до 30 раненых российских воинов. В Васильевке до 25 человек раненых. Число погибших, которые оккупанты пытаются скрыть, уточняется. Там очень трудно сосчитать раненых, погибших, потому что очень интенсивные бои. И там вообще не поймешь, такая обстановка там раненых, может, спасает, а убитые так оставляет, лежать на этих полях. РФ пытается атаковать в Харьковской и Донецких областях. В СУ нападение отбило. Да, сейчас, по последней информации, вот в районе Бахмута идут бои. Сейчас зачитаю подробнее, что здесь пишут. Армия РФ безуспешно провела атаки в Харьковской и Донецкой областях. Украинские военные их отбили. Об этом сообщается в генеральной сводке Генеральной вооруженных сил Украины. За сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах Берестово, Харьковской области, Бахмута, Иванграда, Клещевки. Сейчас покажу на карте, я нашел тут. Вот Клещевка, вот тут вот эта опытная, Иванград. В общем, по этой линии идут бои. И армия РФ пытается штурмовать Бахмут. Но пока не получается. Сейчас еще последнюю информацию сообщу, что там по этой теме еще про Бахмут. Украинская армия за сутки нанесла 22 удара. Поражены 18 районов в создачении вооруженной техники. Опорный пункт 3 позиции зенитных ракетных комплексов. Так, и дальше поехали. Вот самая интересная информация. Руководство РФ поставило задачу захватить Бахмут до конца октября. Вот это Анна Моляр, она заместитель обороны. Она заявила, что Путин дал приказ захватить Бахмут до конца октября. И вот, что здесь пишут подробнее, так, извиняюсь. Так, российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут в Донецкой области до конца октября. По словам Моляр, на востоке Украины сейчас разная ситуация. Но эпицентр самых тяжелых боев происходит именно там, в особенности в Бахмуте, где очень тяжело. Зам. министра обороны подчеркнула, что в некоторых областях на востоке ВСУ продвигается. Но в Донецкой области россияне продолжают наступать. Россияне поставили своим войскам уже в пятый раз начало полномасштабного вторжения срок, когда они должны полностью выйти на административную границу Донецкой области. Сейчас у них планы, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут. Она отметила, что сейчас там проходят очень тяжелые бои, но ВСУ держит оборону и не дают оккупантам продвинуться. Они на окраинах Бахмута, но дальше пройти не смогут. В общем, вот, ребята, такая ситуация. Сейчас Путин, можно сказать, потерял контроль. Я объясню почему. Все силы сейчас, армия РФ бросает как бы здесь, хотят освободить вот эту Донецкую область. Они пытаются Бахмут, потом рядом Торецк, но получается, что, видите, кленовые, вот, видите, бои идут, и армия РФ терпит огромнейшие потери. Сейчас я вам покажу, так, сколько армия РФ потеряла за вчерашние сутки 530 человек, представляете? Уже почти 66 тысяч. Это только за одни сутки 530 человек. И вот последняя информация. И, в общем, вот, Путин, сейчас я вам объясню, что тут дело. Бывшие сателлиты взбунтовали против РФ. Российский правитель Владимир Путин, как и вся свора агрессивных кремлевских идиотов, переживает наиболее болезненный период. Убийственная самоуверенность, тотальная недооценка возможностей Украины и политической воли страны Запада, ну, Запад помогает оружием, да, загнали эту бункерную крысу в угол. И в этом углу крысиный диктатор остается один на один с пистолетом, заряженным единственным ядерным патроном. Так, чернороты и кремлевские пропагандисты, обезумевшие лжи и потоков крови и военкоры ликуют от убийств мирных украинцев, понимая, что Россия больше не империя. Почему кремлевскому агрессивному сословию все это доставляет в психологическое страдание? Или готов Путин нажать красную кнопку? Понимаете, вот, про Путина я вам могу сказать. Я сейчас задался целью, а почему и на Путин бросил все свои войска? Сейчас там зэков бросили, там уже тысячами, до 10 тысяч. Пригожий набрал этих зэков, мобилизованных с тюрем забрал. И здесь они вот на первой линии умирают. Их просто бросают, как мясо на убой. Там минные поля, они бегут, потом подрываются на минах, но они как зайцы. Они показывают огневые точки в ИСУ, где находятся. И умирают там в этих полях. Я подумал, почему Путин начал наступление, допустим, на Бахмуте, а не здесь где-нибудь, не здесь где-нибудь вот наступать, допустим, где нету городов укрепленных. А потом я сделал вывод. Путину надо уничтожить больше своих граждан РФ. Это серьезная информация, я вам докажу, почему. Понимаете, у него цель уничтожения своих вооруженных сил, ну, как мясо, просто он на убой их шлет, и все, они там гибнут. Здесь организовали котел они, вот массовое уничтожение, и в день по 500 человек, это 400-500 каждый день, они гибнут. Смысл здесь было идти на Бахмут. Здесь вот укрепленная все линия трехслойной обороны, куда тут идти, куда он хочет идти. Здесь все, они умрут. Они даже ни Бахмут не могут взять уже три месяца. Смысл? Значит что, идет утилизация российских вооруженных сил, плюс еще украинские вооруженные силы теряют огромное количество. 500 погибает за день российских, где-то, ну, может, меньше, где-то 400 тоже украинских. В день где-то около 1000 гибнут. Так это все, это геноцид, это уничтожение, как сказать, именно нации, русские, украинские. И вот я вам комментарий сейчас зачитаю. Понимаете, у власти сейчас не Путин, я объясню, я нашел комментарий, мне понравился, зачитаю, смысл его. Сейчас у власти в России правит двойник Путина. Настоящего Путина давно нет живых. Сейчас этот рак российского народа объявил всеобщую мобилизацию и дал приказ гнать на убои граждан РФ. Самый лучший генофонд, да, гонит мужчин от 18 до 50 лет и всех утилизировать в Украине. Пока народ России не поймет, что руля во власти стоит предатель, эта мясорубка будет продолжаться уничтожать тысячи, десятки тысяч граждан России и Украины. И вот тут есть ролик, Людмила Путина заявляет, моего мужа давно нет живых. И ссылка на этот ролик, я вам потом дам эту ссылку, сами почитайте. Понимаете, Путина давно нет живых, как такового. Это стерит мумия двойник, видите, сцепивший за стол руками. Он сцепился как парализованный, вы видите. Это не Путин, ребята, это двойник Путина. Он выполняет приказы его хозяев. Он сам ничего не пешка в этой игре, он менеджер. Все, что ему приказывают, он начал войну в Украине, начал бомбить мирные города в Украине. Сейчас этими шахидами обстреливают Киев и все центральные города. Идет на уничтожение электростанции, полностью обесточить Украину. Геноцид украинского народа. Путин, если который был до 12-го года, на такое не подписался никогда. Это сидит мумия двойник, ребята. И жена сказала, Людмила Путина, это не мой муж. Ее заперли в психушку. Она лежала в психушке. Ее пичкали психотропными там таблетками, как бы сказать, чтобы она вообще считали, что она с ума сошла уже. Так вот, ребята, в чем вопрос. Это завербованный, засланный казачок, ребята. И он ведет Россию и Украину заодно полностью утилизировать, уничтожать население. И приказ уничтожить, я думаю, где-то и почти все вооруженные силы Украины, всех мобилизованных уничтожить в этом котле на Украине. Вот, и здесь будет под Херсоном котел тоже, вот, уничтожает. Он дал приказ не шагу назад, как Сталин, всех там утилизировать. И здесь он дал приказ наступать на Бахмут. Хотя шансов никакого здесь нет пробиться здесь. Здесь только гибнут российские военнослужащие, эти мобилизованные. Так что каждый день где-то по тысяче человек, это, я говорю, только убитыми, а раненым нажайте на три. Еще где-то около трех тысяч раненых. Вот, что я вам хотел объяснить, ребята. Поймите смысл. Это война на уничтожение. Это будет вот все длиться здесь еще следующий год точно. Это до Нового года стопроцентно будет эта мясорубка. Еще следующий год будет, пока он не утилизирует всех. Уже начинает понимать уже в России, что идет уничтожение. Что Путин враг российскому народу, я говорю. Наконец-то, может, до русских дойдет. Что тут происходит в этой Украине. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.